Ирина Викторовна Я хочу рассказать одну такую историю. Мы проводили съемки с одним из фундаменталистов, которого хотели привлечь к дерадикализации с более такими радикальными людьми, которые собираются ехать в Сирию. И вот стоит перед ним камера, и мы ему задаем вопрос. Ну вот расскажите молодежи, что не надо ехать в Сирию, не надо воевать. Он говорит, да, не надо ехать в Сирию. Надо здесь воевать. Вы здесь нужны? А когда его попросили рассказать о межнациональном мире, в Татарстане, он тоже так пожал плечами и сказал, татары и русские всегда дружно жили, если бы евреи нас не ссорили. Вот поэтому все вопросы действительно очень дискуссионные, в какую сторону идут потоки, каким они определяются потенциалом. В принципе, вот все, что сегодня сказали и про лифты социальные, и про экономическую ситуацию, и про потерю идентичности, и про потерю ориентиров, это все действительно есть. Но сегодня мы больше на такой теологически-научной сессии находимся. И вот я уже много на таких сессиях присутствую, слушаю выступления людей, которые пытаются найти все решения в рамках такого богословского теологического дискурса, и всегда чувствую, что в этом какая-то неполноценность. Представьте, ситуация стопроцентная. У нас каждый имам в Грузии, Киргизии, Татарстане, Башкортостане является доктором богословских наук, выпускником Алясхара. Да, ситуация идеальная. Вот он знает все. Он знает все хадисы, все аяты, все трактовки, все масхады. Избавимся ли мы от радикализма или нет? Я не к тому, что это не надо делать. И, собственно, могу часа два здесь рассказывать, как на территории Республики Тарстан в последние десятилетия выстраивается исламское образование многоступенчатое, и как ресурсный центр Казанского федерального университета помогает. И что сейчас по решению президента Путина при поддержке его создается Булгарская исламская академия, там тоже, конечно, очень много вопросов. Но вот этот вектор, он действительно есть, и мы совершенно четко должны понимать и помогать развитию традиции в исламе и так далее. Но будет ли это решение? Второй момент тоже, вот, относясь к вашему докладу, рынок идей, рынок идеологии и так далее, религии. С чем мы столкнулись? У нас на территории Республики, не буду говорить цифры для служебного пользования, но достаточно много людей, которые уже вошли в террористические организации и вышли из этих организаций. Вот мы с ними со всеми общаемся, пытаемся видеть общую картину. И эта картина, немножко вот, чисто для богословского дискурса, она такая удручающая, потому что, действительно, я согласен, сейчас плюрализм идей. Сейчас в интернете можно за две секунды найти любую доктрину, и токферитскую, и таблигитскую, и норсийскую, и так далее. Вопрос в том, что эта доктрина на первоначальном этапе, на первоначальной доктринации должна соответствовать запросам и потребностям самого человека. И если у вот этой личности нет этой потребности, то она к нему не прилипнет. Другое дело, что если есть организационная структура, которая находится на территории проживания этого человека, которая совершает с ним определенные организационные действия, которая изменяет состояние его сознания, которая давит на чувство вины и так далее, то он становится предрасположен к восприятию этих идей, и, соответственно, уже может войти в состав какой-то организационной группы, придерживающейся определенных фундаментальных идей. Но что здесь происходит? Здесь вот можно долго спорить, но можно взять за гипотезу и действовать на базе такого центристического принципа. Одна сторона идеологии, другая дело структуры личности. И вот весь комплекс глубинных процессов, которые происходят с человеком. Так вот, ни один из этих факторов без другого не способен запуститься. То есть сначала человек должен обидеться на весь мир, да? Чуть позже я скажу, по каким причинам. Должен начать себе искать врагов, должен понять, что что-то его не устраивает, что у него есть определенный запрос на справедливость и так далее. Если это лидер. Если это не лидер, то человек просто должен быть в поиске, как ведомый, в поиске тех, кто его поведет. Куда поведет, уже без разницы, главное, чтобы вел, и вся ответственность с него перелагалась на ведущего. Это первая сторона. И вторая сторона. Когда человек с таким запросом приходит в такую организацию, соответственно, ему там добавляют, сыплют соль на рану, показывают соответствующие видеоролики о том, как в серии плохо, о том, как мусульман везде мучают, пытают, убивают. Он убеждается в этой идее и готов перейти на следующую стадию эмоционального состояния. Потом он попадает в поле зрения органов, попадает под профилактический, административный учет. И он начинает с одной стороны внимательно относиться, с другой стороны возникает еще дополнительный фактор радикализации. И у нас на выходе уже человек с вполне сформированными конкретными установками, которые могут чисто ситуативно быть совершенно в разных направлениях. Потому что у нас есть представители права радикалов, фашисты. Вот по структуре личности, по представлениям, даже по религиозным каким-то воззрениям, они ничем не отличаются от токферитов и джихадистов. Да, когда-то было очень хорошо, да, в перспективе светлое будущее, только мы это будущее построим. Но вот есть ряд врагов, из-за которых сейчас стало плохо, и с этими врагами нужно аккуратно, или не очень аккуратно, но разбираться. Какой вывод из этого всего? Первый вывод, как мне кажется, что выстроить целую шеренгу докторов богословия мало, и нужно посмотреть дополнительный фактор радикализации. Эти дополнительные факторы радикализации есть не только в религиозном сообществе, но и в широком окружении вокруг. Я это определяю как, в первую очередь, сотрудники правоохранительных органов, школьные учителя, социологи, педагоги. Это те имамы, которые не могут просто по-человечески, по-нормальному заинтересовать человека или ответить на тот жизненный вопрос, даже не теологический, а на жизненный вопрос, к которому приходят. Очень часто бывает, что люди приходят с одним вопросом, который у них актуализирован, а на самом деле потребности, которые их привели к задаванию этого вопроса, совершенно другие. Что из этого, вот тоже давали советы для государственных органов, в каком направлении мы видим развитие движения как и государственных структур, так и общества, которые заинтересованы в том, чтобы жить в мире. Такой вот аспект, я бы это назвал таким вот направлением, это формирование компетентной среды. Что я в это вкладываю? У нас уже очень много людей, которые отбыли наказание за террористические и экстремистские статьи, они вернулись, они находятся в обществе, и с ними что-то надо сделать. Потому что вероятность рецидива, она достаточно высока. Как бы мы вот не успокаивали, что у нас система в СИМ работает, исправляет. Если человек придерживается какой-то конкретной идеологии, с ним в этом направлении не прорабатывали, то риски очень высокие. Еще более высокие риски у детей, потому что они неосознанно копируют все, что делают родители, все, что говорят родители, даже если это говорят родители не им. Вот как совместить тех людей, которые находятся в зоне риска, и компетентную среду, то есть то окружение, в том числе и сотрудников правоохранительных органов, в том числе и имамов, в том числе и социальных педагогов, социопека и так далее. Сейчас мы над этим работаем, разрабатываются определенные регламенты, действуют рабочие группы. Мы стараемся максимально близко совместить эти зоны риска, чтобы шел процесс дерадикализации. Но как может идти этот процесс, какие в нем могут быть этапы? Вот здесь мы видим таких четыре основных глобальных этапа. В первую очередь, конечно, диагностика. То есть определиться, в первую очередь, в анамнезе, а что произошло с человеком, почему он пришел в такое состояние радикализованное. Подавляющее большинство случаев, которые мы рассматриваем, идут из детства. Причем могут идти со второго, с третьего поколения семей. Это либо травма в детстве, либо... Ну, собственно, все, что можно вложить в это состояние, это просто травматизационные обстоятельства в детстве. Отец пил, отец бил, неполная семья и так далее. Естественно, уже в взрослом возрасте для индоктринации радикальными идеями должны быть ситуативные факторы, что он просто проходил мимо какой-то радикальной деструктивной организации. Естественно, зашел, и там все покатилось. То есть первый этап – это диагностика. В чем причина? Она очень важна, потому что, собственно, из правильно поставленного диагноза весь процесс дальнейшего лечения, он следует автоматически. Очень много людей, которые уже в взрослом возрасте, там, 17-18 лет вступают в радикальные организации, до этого периода имели какой-то положительный социальный опыт. Какую-то профессию хотели получить, где-то что-то у них получалось, у них были какие-то связи, контакты. Приходя в такую жесткую доктринальную организацию, все эти контакты обрываются, но потребности эти остаются. И актуализация этих потребностей, выстраивание вот этой эмоционально-психологической цепочки с тем, что было хорошо до, оно очень принципиально важно. И вот в ходе диагностики мы на это внимание обращаем. Второе – это для диагностики. Это, наверное, все-таки четко понять, как конкретно эта личность деформировалась, и что можно было бы восстановить в том числе, и отношение к себе, уважение себя, критическое мышление и так далее. Там очень много факторов, я сейчас не буду на этом внимании заострять, но так или иначе, и практически все эти факторы находятся вне теологической плоскости, но жестко с ними связаны. И поэтому восстанавливать вот эти вот ресурсы личностные можно и очень эффективно за счет просто грамотного, нормального отношения, человеческого отношения религиозных деятелей с вот этими лицами. Естественно, при сопровождении психолога. Второй этап, как мы видим, он должен заключаться в как раз выстраивании окружения наиболее компетентного. Для этого мы работаем со всеми лицами, которые окружают, которые я уже называл, объясняя вот эти все стадии и радикализации, радикализации и дердикализации. И заканчивается этот этап, на наш взгляд, должен как раз побуждением человека к осознанному обращению за помощью в дердикализации. Примеров таких у нас, слава богу, много. Люди начинают понимать, что у них не все потеряно, что есть какое-то будущее после терроризма, а на сегодняшний день у нас действует очень много ограничительных вещей. То есть человек, осужденный по терроризму, он не может завести свой какой-то бизнес. Ему очень сложно трудоустроиться. Он элементарно не может банковскую карточку оформить, чтобы встать на учет в гострудинспекцию и получить какое-то профессиональное образование. То есть у них везде-везде-везде двери закрыты. Что делать? Естественно, риски радикализации от этих закрытых дверей повышаются. И обращение его с такими потребностями уже детально, исключительно по каждому, персонально. Но решение этих вопросов, когда он видит, что ему идут навстречу, когда разрывается вот этот круг насилия, и он начинает видеть в первую очередь в тех сотрудниках, которые его осуждали и так далее, обычных людей, у которых те же проблемы, те же самые вопросы есть по жизни, риски радикализации. И вот его состояние очень серьезно меняется. Следующий этап – это уже очень многие начинают испытывать чувство вины за то, что особенно лидеры, которые долгие годы занимались вовлечением в террористические организации, сами уже через это прошли, там и даже отбыли уголовное наказание, но видят, что вот ребята, которых они подвигли на это, сейчас и они сами страдают, и семьи их страдают, и у них очень жгучее желание помогать, чтобы вернуть все назад, скажем так, исправить свои грехи. Вот, и это на самом деле огромнейший ресурс, потому что, как они активно работали в этих организациях, они точно так же способны работать и в противоположную сторону, но, опять же, здесь без поддержки государства и общества параллельно тоже... Ну, долго они не могут работать, если они не видят поддержки. И здесь нужно работать в том числе и с теми органами государственной власти, муниципальной и с федеральными органами, чтобы они понимали и двигались в этом направлении. Наверное, вот из основных таких вещей все. Если вопросы есть, я готов ответить. Спасибо большое. Большое спасибо за соблюдение рекламента. Вопросы, если можно, только коротко, потому что мы должны до обеда. Пожалуйста, Ирина Викторовна. У меня первый вопрос совсем короткий. А вы смотрели индонезийский опыт до радикализации? Потому что вот в том русле, о котором вы говорили, мне кажется, это наиболее интересное, что есть в международном опыте. А второй вопрос более, как бы, такой серьезный. Вот вы очень справедливо говорили, я действительно на этом не останавливалась, про роль организаций, которые способствуют так или иначе радикализации. Но в этой же сфере тоже есть определенная конкуренция. Вот не получается ли так, что более умеренные организации, которые более или менее действуют на поверхности, в этом смысле попадают под, так сказать, давление гораздо раньше и проще, чем организации более радикальные, которые действуют гораздо более законспирированно. И в результате вот в этой, так сказать, конкуренции организаций получается, что радикалы остаются монополистами. По вопросу номер один. Нет, индонезийский опыт я не знаю. Спасибо большое, что подсказываете. В следующем году у нас будет проходить, надеемся, международная конференция, посвященная вот именно этому только вопросу, по дерадикализации. И мы будем стараться их пригласить, как и вас. По конкуренции организаций. Ну, хорошая тактика запускать сначала лояльных, точнее, не лояльных, а представляющих такой крайний вариант радикализма, такой хороший фасад. Под этим фасадом готовить большое количество последователей, которые стоят только в двух шагах от радикализации, которые готовы к радикализации. И под этим предлогом, что они не могут составить конкуренцию более радикально, мы их не трогать. Да, конечно, можно и всех оставить, и у нас будет большое количество умеренных радикалов. А если ситуация поменяется, если там курс доллара обвалится или что, у нас будет это же количество, но уже совершенно таких серьезных радикалов. Я не знаю, как... С точки зрения государства я не могу сказать. Вот есть закон, если выходит за рамки закона определенная организация, то эти организации и не должны функционировать. Другое дело, что если люди стоят на менее фундаментальных, менее радикальных, точнее, позициях, то с ними и договариваться легче, и вводить их с этих позиций тоже гораздо легче. Поэтому просто нужно заниматься дерадикализацией по всему фронту, а не только с ярыми токферитами. Спасибо. Я буду коротко. Скажите, пожалуйста, у вас есть ли опыт возвращенцев ИГИЛ, средов, и законы Российской Федерации какие-либо меры предусматривают к этим гражданам? Два вопроса коротких. Спасибо. В Татарстане 8 возвращенцев с ИГИЛ. В тюрьме у нас сидит еще около пяти. Те, кто возвращается, они, значит, сделали уже ряд серьезных шагов по осмыслению ситуации. Они представляют, что там происходит, и у них такая картинка незамутненная у многих. Есть, конечно, и более странные товарищи, но на общих основаниях. Точно так же, как со всеми другими, которые занимались террористической деятельностью. Отдельных нет ничего. Спасибо большое. И до перерыва нам нужно заслушать два доклада по Крыму. Отдельное спасибо нашим крымским коллегам, потому что если в годы Украины мы общались очень мало, то в последние годы мы действительно стали чаще встречаться, и мы, как мусульмане, выполняем тот завет, который дал нам наш великий лидер Безнен Олу Катабас, Милет Бабаса, Исмаил Бейгаспринский. И первой предоставляется слово для выступления Алиме Исмаиловна Апселямова, город Симферополь, Крым, кандидат политических наук, декан филологического факультета Крымского инженерно-педагогического университета. И тема ее доклада «Атрибутивные изменения в религиозной идентичности крымских татар после 2014 года». Пожалуйста. Спасибо. Религиозная идентичность для крымских татар является одной из основополагающих и относится к системе, не только для крымских татар в целом, религиозная идентичность, относится к системе глубинных идентичностей человека. Она, как известно, очень глубоко переживается, эмоционально окрашена и глубоко индивидуализирована. Среди идентичности крымских татар представляет собой систему-комплекс, состоящий из трех крупных блоков. Во-первых, это культурная идентичность, основанная на традициях. Второе, это политическая идентичность, связанная с политическими требованиями, амбициями. И третье, компонент религиозной идентичности. На территории Крыма сейчас проводится крайне мало социологических исследований, и одно из авторитетных исследований было проведено в 2015 году Институтом антропологии и этнографии Российской Академии Наук. Оно выявило следующую тенденцию. Традиционно неразрывные для крымских татар и занимающие первые места в системе идентичности, этнической и региональной идентичности, подверглись эрозии. Среди недовольных новыми социальными условиями и порядками крымских татар на первый план вышла конфессиональная идентичность. Региональная идентичность заменяется последней при сохранении этнической идентичности в качестве доминирующей. То есть мы можем говорить о более эмоциональной, эмоциональной, может быть, более насыщенной религиозной идентичности, которая сменяет региональную. Характеризуя конфессиональную идентичность, исследователи отмечают следующее. Крымско-татарское общество декларативно-религиозно. Большинство опрошенных заявили о том, что они мусульмане из 84%. Муфти был назван в качестве самых авторитетных общественных деятелей. Среди религиозных обрядов и ритуалов ислама крымские татары в большей степени делают пожертвования, 95%, соблюдают пост во время Рамадана, 69%, реже совершают джума-намаз в мечети, 54%, и совершают намаз в целом, 44%, регулярно из них 6%. Однако 2% заявили о том, что они являются практикующими мусульманами, совершают пятикалатный намаз и совершают джума-намаз в мечети, соблюдают пост и подают милостыню. Еще 5% заявили о том, что они совершают эти действия иногда. Для большинства крымских татар характерны в первую очередь внешние проявления религиозности. Крымские татары в начале 90-х годов на фоне других этнических групп полуострова проявляли более высокую религиозность и презентовали себя как мусульмане. В 1995 году 27% относили себя к верующим, религиозно соблюдающим обряды, и 39% к верующим, не соблюдающим религиозные обряды. 16% к неверующим, симпатизирующим религией людям, и 17% к неверующим, равнодушным религиям. К уровню религиозного радикализма в 2015 году авторы исследований указывают, что он невысок. Но каждые пятые, то есть 20%, положительно относятся к идее, априори к идее проживания в религиозном государстве. Отношение крымских татар к ИГИЛ, запрещенному российским законодательствам, преимущественно негативное. Только 2% назвали борьбу на стороне ИГИЛ с жахадом, тем самым выразив солидарность с ИГИЛ. Три четвертых респондента выступают против ИГИЛ и считают это большой ошибкой. 29% мусульман преступлением против ислама вообще. В январе 2017 года мы с коллегами, с присутствующей Сельмирой Муратовой, Ленорой Дюльберой и я, мы провели свое исследование. Мы не ставили цель исследовать религиозную идентичность, то есть наша цель была исследование ценностей среди крымских татар в целом. И несколько вопросов наших касалось религии, а именно такие, какое место занимает ислам в жизни крымских татар, и какие изменения притепел он за последние несколько лет. И косвенно на этот вопрос ответ в вопросе был заложен, что важно для крымских татар. Так вот, респонденты ответили, что большая часть преимущественно, у нас были фокус-группы, то есть процентов не будет, мы говорим о больших тенденциях. Респонденты придают религии основополагающее значение, считают ее истоками народа. Так вот, один из респондентов высказал так. В семье вообще для меня ислам на первом месте. Истоки от ислама у нас. Хотя не помню дедушек, и я не делаю намаз. Следующий тезис. Религия играет огромную роль. Это основа наших традиций. Сейчас ситуация такая. Желающий выучить найдет возможность выучить. Характеризуя отношения между этничностью и религиозностью, респонденты не противопоставляют друг другу, а взаимообуславливают. Характеризуют их как взаимодополняющие, взаимовлияющие. И религию большая часть из наших респондентов характеризовала как мотиватор, возможно, либо выполняющий защитную и консолидирующую функцию. Цитата. Я сталкиваюсь с таким моментом, когда многие задают такой вопрос. Что для вас важнее, ислам или национальные истоки? Я считаю, что для каждого на первом месте должна быть религия. Крымские татары – это народ, который образовался на основе ислама. И все корни наши идут от ислама. Если мы уйдем от ислама, мы уже не крымские татары. Следующая подобная формулировка. Религия – это наше слабое место. Мы считаем себя мусульманами. А что это значит, мы мало знаем. Раньше наших родителей держала вера. Они не понимали арабский, но верили в Аллаха и в Коран. Как видно из представленных нами ответов, респонденты отвечают низкий уровень религиозной осведомленности. Знание арабского языка, история ислама, значение ислама в развитии крымско-татарского народа. В теориях идентичности ее основным свойством называется ситуативность. То есть идентичность подвержена ситуативным изменениям, эмоционально окрашенным. Эту тезу мы, наверное, в какой-то мере проверили в нашем социоисследовании. Один из наших респондентов высказал так. «Мое отношение к религии никогда не поменяется. Я верующий человек. Стараюсь в таком же духе воспитывать детей». Следующий тезис. То, что произошло в 2014 году, было эмоциональным порывом, когда мы все переживали, боялись за свое будущее. Мы все побежали в мечети читать Коран, надели платки и тюбетейки. Как только все оказалось стабильным и понятным, этот эмоциональный фон начал спадать. Однако, общеизвестным фактом является наш такой вот переживаемым аспектом является то, что в последнее время в Крыму наблюдается то, о чем коллеги уже говорили, но для нас это было непривычно, действие и регулирование, достаточно жесткое регулирование религиозных процессов со стороны власти. Вот я имею в виду, конечно же, аресты. И действия власти по отношению к мусульманам в целом не изменяют их отношения к религии. В целом не происходит трансформации ценностей и представлений, но эти действия стимулируют и имеют очень мощное консолидирующее значение. Если раньше среди крымских татар наблюдалась достаточно ощутимая дистанция между соблюдающими, то есть, я говорю о тех, о кого мы сегодня говорили, и умеренными, то есть не соблюдающими, и не соблюдающими. И эта проблема была, и крымские татары, и одна, и другая страна очень дистанцировались друг от друга. То теперь наши респонденты сформулировали следующую мысль. За эти три года, наверное, единственное, что изменилось, это отношение к этой проблеме. То есть, это всегда была для нас проблема, эти религиозные течения, их очень много, они очень много проблем создавали и провоцировали регресс, а не прогресс. Сейчас у нас что-то изменилось. Мы стали относиться к ним с сочувствием. Это мы, это наш народ. Мы живем рядом с ними, мы соседи. У нас появилось сочувствие к ним. Возможно предположить, то есть мы это еще не проверяли в качестве предположения, возможно предположить, что действия власти обостряют интерес к религии, мотивируют распространение религиозных практик, привлекают все больше молодежи и людей среднего возраста. В целом, подводя уже, собственно, выводы, мы можем сказать, что в среде крымских татар ислам играет огромную роль, формирует моральные, семейные, идеологические ценности, выполняет амортизирующие, интегрирующие, защитные функции. Среди крымских татар смягчилась граница между соблюдающими и несоблюдающими, и прессинг со стороны власти скорее усиливает симпатии и сочувствие к практикующим мусульманам. Это активно подтверждается в результате акции поддержки детям задержанных мусульман, их семьям. Такая акция у нас уже проводится почти, по-моему, год, она называется «Безамбалалар», то есть больше 120 детей, оставшихся без отца, и общественные организации их поддерживают всеми возможными способами, денежными, разными способами. Спасибо за внимание. Да, Марат Шихудинович, да, похлопаем только. Марат Шихудинович, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот, насколько мне известно, до 2014 года большим оливьянием на крымско-татарскую молодежь пользовались идеи партии исламского освобождения, Хизбут-Тахреяра Али-Ислами. Вот какая сейчас ситуация с этим вопросом? То есть как вот молодежь крымско-татарская относится вот к идеям этой партии? Религиозных организаций институций подобного рода несохранения в Крыму сейчас не существует официально. То есть она раньше как легальная функция? Сейчас нет. Сейчас нет. Сейчас существуют только организации, зарегистрированные юридически государством, и косвенно несуществование подтверждает то, что за эти три года, особенно в первую половину 2014 года, по разным данным выехало 12-20 тысяч крымских татар из полуострова. То есть они входили в состав? Нет, они не входили в состав, но это достаточно, скажем так, большая часть из них соблюдающие люди. Я не могу сказать членстве прямом. Возможно. Но сочувствующих организаций было много, да? Еще раз. Сочувствующих партии Исламского освобождения Хизбут-Тахрир было достаточно. Не конкретно Хизбам, не конкретно Хизбут-Тахрир. В целом для тех, кого государство как бы ограничивает. Спасибо. Еще вопросы? Да, вот можно. Сидим рядом, могла бы просто так спросить. А чем вы объясняете аресты мусульман, крымских татар? Это чисто действительно религиозная эта составляющая? Или возможно власти видят в их лице какую-то оппозиционную часть крымских татар вот к властям вот к последним событиям? Этот вопрос достаточно сложен. Тут однозначного, вообще в целом однозначного ответа по Крыму, мне кажется, быть не может. Все надо рассмотреть в контексте. Вот так. Айдар Юрьевич, можно короткий вопрос? Да. Уважаемый коллега, пожалуйста, позвольте вас поблагодарить за эти новые сведения. я только скажу, потому что нам для записи нужно. Это был вопрос Салмаса, Аликазы, Рустамова, Тагиди, потому что у нас будет это. И сейчас вопрос Кашава, Шамир Равильевич. Кашав, город Москва. Тогда для протокола вопрос. Скажите, пожалуйста, вы внимательно, наверное, следите, в том числе, за теми общественными дискуссиями, которые в последнее время протекают в общественном пространстве Татарстана, Башкортостана, связанные с родным так называемым языком для Башкортостана, Башкирский, на территории Татарстана, Татарский, и известно соответствующие те решения со стороны Министерства образования, как федерального органа, так и региональных. Скажите, пожалуйста, если аналогичная ситуация, вообще, может ли она гипотетически развиваться на территории Крыма, поскольку крымско-татарский язык изучается в настоящее время и входит в тройку государственных языков на территории Крыма, и какова может быть реакция крымско-татарской общественности, в том числе той, которая идентифицирует себя с мусульманским теркоязычным сообществом. Спасибо. Спасибо за вопрос. Это один из самых острых и болезненных вопросов сейчас на полуострове функционирования языка. Крымско-татарский и украинский языки наряду с русским языком признаны государственными языками Республики Крым. Однако, во-первых, тут проблема очень комплексная, мне сложно сейчас ее в двух словах сказать. Во-первых, первый блок проблемы правовой блок, то есть Конституции Республики Крым указано, что это государственный язык. Однако, функционирование его затруднено тем, что в законе о языках, который противоречит закону, говорится, что обучение и функционирование языка крымско-татарского и украинского возможно при создании соответствующих условий для его функционирования. То есть, как видите, это очень абстрактная, очень ни к чему не обязывающая фраза. Это правовой аспект, то есть я вам очень коротко о нем говорю. Второй аспект, в реальности учебные планы школ формируются таким образом, что родители могут претендовать на обучение, если они пишут заявление о том, что просим преподавать родной крымско-татарский язык в качестве языка обучения. в этом же в правовом фоне таким трендом интеллектуальным является, что крымско-татарский и украинский язык не конкурентны. И родители идут на поводу этого мнения и решают, что как же мы можем отдать своего ребенка обучаться языку, куда он поступит потом. Более того, эта проблема связана с количеством и качеством выпускников. Наш университет выпускает и специалисты украинского языка, и специалисты крымско-татарского языка. И последние три года два ведущих профиля под общим направлением подготовки филологии имеют катастрофические цифры недобора. Да, власть дает, но при этом всячески популяризируется идея, а зачем вам оно надо? Извините, я немножко грубовато говорю. То есть язык, функционирование языка сводится в такое прокрустово ложе. Короткое вытянем, длинное обрежем. В результате получается, что крымско-татарский язык наряду с украинским не функционирует. Более того, последние три года закрылись национальные школы. У нас нет статуса национальных школ. У нас нет статуса национальных садов. И за эти три года ситуация с языком катастрофическое. Мы теряем язык страшными темпами. И наши исследования, о которых мы говорили, в вопросе, что важно для крымских татар, все респонденты как один говорили сохранение языка. Мы теряем язык. И крымско-татарский язык при сохранении данных тенденций, о которых я сказала, мы потеряем в кратчайшее время. Спасибо. Извините после перерыва. После перерыва. Тенефис тенсусом. Для этого вопроса отдельный семинар надо сказать. Да, на самом деле, что я хотел сказать, да, мы, так сказать, большая просьба выдерживать регламент. Мы с вами уклонились немножко в другую тематику, которая, скажем так, является действительно важной. И у нас Кашав, товарищ по первому образованию журналисту, немножко нам подлил масла в огонь. Но принципиальное решение было какое, что ни один регион не получил трех ораторов, так сказать, и притом просьба была именно со стороны Крыма, так сказать, и ни один регион России так не будет представлен. И поэтому мне бы все-таки хотелось, чтобы до перерыва, потому что нас в конце концов ждут, и как любят говорить, нужно уважать труд работников и в том числе систему общественного питания. Вот, да, так сказать, из этой серии. И хотелось бы до обеда обязательно послушать доклад. И слово предоставляется еще одному представителю исторической столицы крымских, а нет, не исторической столицы, а столицы Крымской СССР, а потом, соответственно, и нынешней республики Крым. Булатов Айдер Аметович, город Симферополь, кандидат философских наук, директор Крымского научного центра исламоведения, цель и тема его доклада «Роль традиционных этнических институтов в диридикализации молодежных групп». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу выразить огромную благодарность организаторам этого конкурса за то, что они крымских исследователей оставили в своей обойме ученых, которые занимаются вопросом исламоведения. В настоящее время Крым представляет собой очень большой интерес со стороны многих структур, в том числе и религиозных структур, структур образования, ну, можно сказать, уже во всем мире. И очень приятно, что вы нас пригласили, вы готовы нас выслушать и, значит, в каком-то виде в виде дискуссии понять нам, в каком направлении мы идем и в каком направлении нам идти дальше. Поверьте мне, в Крыму сейчас очень непростая ситуация в связи с изменениями территориально-политической ситуации в Крыму. Ислам всегда в Крыму вызывал постоянный интерес позиций политологического исторического, культурологического и, конечно, философского дискурса. Современный ислам в Крыму представляет собой с одной стороны свод догматов и правил, которые не изменялись столетиями, а с другой динамическую систему, взаимодействующую с новейшими вызовами глобализированного мира. С начала 2000-х годов наблюдалось укоренение в Крыму многообразие течений политизированного ислама, что стало причиной возникновения нетрадиционных для крымских татар форм жизнедеятельности мусульманской уммы и радикализации определенной части мусульманской молодежи. Консолидировавшись в религиозно-политические объединения, они стали представлять реальную конкуренцию религиозным и даже политическим крымско-татарским институциям. Естественно, это сопровождалось с парадическими конфликтами мусульманской среде и уже вызывало тревогу не только в этой среде, в среде мусульман, но и в общем крымском социуме. Например, религиозно-политическая партия организация Хизбут-Тахрир стала первой в Крыму организованной силой соответствующей структуры и программой, направленной на использование исламской идентичности как политического ресурса. Идеологическая направленность отличалась взглядами о нелегитимности светских правительств мусульманских государствах, провозглашением необходимости создания всемирного теократического государства исламского халифата и возвращения мусульман к фундаментальным устоям ислама. Социальной базой религиозно-политической партии становилась молодежь, готовая к восприятию нетрадиционных идей в силу особенностей молодежной психологии, готовности к протесту и традиционному поведению в обществе. Если говорить о причинах радикализации, на тот момент было вызвано тем, что возвращение в Крым, как предполагалось, не изменило их жизнь к лучшему. Молодые люди столкнулись с низким качеством жизни, дискриминацией на рынке труда, переживанием стереотипа второсортности. Появился так называемый комплекс обманутых надежд, связанный с отчужденностью и ситуативным неприятием их ценностей со стороны других этносов и главные со стороны властных структур, от которых напрямую зависели проблемы обустройства и адаптации мусульманской молодежи в новых для них реалиях. Радикализм определяет как крайнюю, бескомпромиссную приверженность к каким-либо взглядам, концепциям, стремлениям, коренным изменениям в социально-политической сфере, решительное неприятие существующих общественных институтов. Что касается религиозного радикализма в Крыму, к счастью, он никогда не проявлялся в виде действий, направленных в отношении иных социальных групп общества, не говоря уже об изменении государственного строя или терроризм. Видимо, по этой причине действия молодежи, проявляющиеся в виде различных общественных, религиозных, просветительских мероприятий, практически не вызывали особой реакции правоохранительных органов, и принятие карательных мер было достаточно редким явлением в Крыму. Вместе с изменением государственного политического статуса Крыма с весны 2004 года кардинально изменились отношения силовых структур к указанной части мусульманского сообщества. Как пишет газета «Голос Крыма» от 13 октября этого года, цитата, «На фоне активной деятельности духовного управления мусульман Крыма происходят обыски, задержания и аресты верующих, обвиняемых в членстве запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир, а также уже и Таблиги-Джемат. Российские правоохранители проявляют большую активность в контроле религиозной жизни, поэтому те увлечения, которые были присущи украинскому периоду, сегодня оборачиваются трагедией для отдельных граждан в связи с существенными изменениями в законодательстве. Для противодействия запрещенным в России организациям активно привлекаются духовные лица. И вот пока готовился материал, 11 октября уже российские информагент сообщили о пресечении деятельности в Крыму ячейки последователей запрещенной в Российской Федерации террористической организации Хизбут-Тахрир. Подробности делом интересных следствия не разглашаются. В настоящее время проводится оперативное следственное мероприятие. Конец цитаты. Я хочу сказать, что вот эту новость, которую я вам процитировал, газеты для Крыма являются повседневным явлением, к которому уже практически привыкнуть это невозможно, но оно практически постоянное явление в информационном поле Крыма. Как видим, в настоящее время в этом направлении силовые структуры неустанно работают, однако, как говорится, лечение болезни необходимо начинать с выяснения причинных возникновений. В связи с этим хотелось бы упомянуть о некоторых деталях, вокруг которых еще в 2014 году в Крыму велись постоянные дискуссии и полемика. Речь идет об исламской образовательной системе, под которой подразумевается сеть духовных учебных заведений, медресе, действующих в Крыму с начала 90-х годов. Вопрос заключается в том, что с самого начала системы духовного мусульманского образования оказалась под патронатом не связанных между собой зарубежных религиозных центров, имеющих собственные программы и образовательные стандарты. Расчет на помощь различных религиозных центров зарубежных стран, как оказалось, имела свои негативные стороны. Воздраждающая крымская ума оказалась восприимчивой к влиянию внешних сил и притворилась в непаханное поле для представителей различных общественных и религиозных ваков фондов. Причем придерживающихся различных религиозных направлений. Это я сейчас хочу вспомнить то, что говорила Ирина Викторовна. То есть у нас появился рынок религиозных идеологий. То есть коллега совершенно к месту упомянула это слово, потому что я все время об этом думал, но не знал, как это назвать. Расчет на помощь все-таки имел какие-то свои позитивные стороны. Это строительство мечети, религиозная литература и так далее, но эта бесплатная помощь, мне подсказывают, сыр оказался и имел свои потом последствия. Чем профессиональна работа миссионеров, тем успешнее они достигали своих целей и все больше вокруг концентрировалось адептов их идеологии, большая часть из которых составляет молодежь. Результаты зарубежных центров дали свои результаты. В сравнительно небольшом крымском сообществе сформировалось несколько религиозных направлений и течений, в котором оказались крымские мусульмане. Раскол мусульманской умы привел к внутримусульманским конфликтам, радикализации молодежных исламских групп, во главе которых зачастую стояли выпускники крымских медресе. Национальные общественные организации Крыма на тот момент оказались способными сыграть определенную роль в радикализации молодежи, а в принципе больше и некому было. Нужен был на тот момент какой-то противовес из этнической группы, из крымсто-тарской молодежи, которая могла что-то противопоставить к росту динамики вот этого исламского радикализма. В эту же работу включились и Министерство образования, науки, молодежи, спорта, преподаватели, учащиеся преподаватели общеобразовательных школ, специалисты, работающие в сфере государственно-конфессиональных отношений. Сложно перечислить на разнообразие тематику мероприятий, но практически они проходили в виде семинаров, круглых столов. Вот только краткий перечень научно-практических конференций. Эстетическое развитие личности как источник формирования духовно-нравственного воспитания детей и учащихся молодежи в современном крымском обществе. Опыт межконфессионального согласия, высоты я, это срединность в исламе, проблемы перспективы политического общества в Крыму. Практически со всего Крыма собирались слушатели, участники этих конференций, чтобы послушать доклады ведущих историков, религиоведов, философов, психологов, культурологов, представителей органов государственной власти на все те вопросы, которые на то время беспокоили крымское общество. Впервые в Крыму совместно с религиозной общиной прогрессивного иудаизма были проведены встречи представителей крымсатарских еврейских молодежных организаций, где говорили о проявлении ксенофобии, исламофобии и антисемитизма. Но пытались что сделать? Исходя из этих всех мероприятий, пытались из региональных особенностей, пытались выработать принципы взаимоотношений с определенными группами молодежи, имеющими признаки радикализации. Религиозный фанатизм, максимализм, религиозная нетерпимость, а также вырабатывались модели взаимодействия с ними. Вы знаете, что группы практически, особенно упомянутых из Бутахрир, работали в таком, хотя она и не была запрещена в то время, они все равно работали в таком полу-нелегальном состоянии. И выйти на контакт, проводить с ними какие-то работы, приглашать и так далее, выводить было достаточно сложно. У них сформировался собственный ареал влияния, и они проводили собственные конференции, даватые, так называемые, просветительские конференции. На совместной конференции общекрымского масштаба они шли с большим трудом. за это время, но в то же время нам удавалось существенно сдерживать степень радикализации молодежи Крыма. За это время в Крыму не было замечено случаев проявления экстремизма или терроризма. Мало того, немало привенжерцев ХИЗБа отошли от своих ячеек и остались просто верующими, соблюдающими мусульманами. Практически то, что мы им всегда объясняли, они это увидели наявью. Они приехали на родину. Они обустроились. Они дома построили. Детей родили. Родили. Дерево посадили. Посадили. Дети родились. Родились. Практически остается соблюдать ту философию, которая у тебя в душе и без всяких организаций определенных религиозно-политических партий. Кстати, это возымело свое действие и я знаю очень много случаев, когда приверженцы ХИЗБа отходили от своих вот этих вот ячеек. Как видим из современной истории непрерывные череды террористических атак на мирных людей в Бельгии, Англии, Франции, США исполнительными кровавыми преступлениями являлась именно молодежь. Современные вызовы уже представляют серьезную угрозу национальной безопасности. Это сегодня осознали как мусульманских и немусульманских странах. Ну вот по опыту Крыма, по той так сказать площадке, которой мы работали, можно сказать, что применение карательных мер как правило не дает положительного результата. В этом случае необходим системный подход, направленный на минимизацию политических и идеологических факторов, способствующих радикализации молодежи. И главное необходим научный подход к изучению причин возникновения. Опять же, вот коллега до меня говорил, что действительно нужно делать анализ ситуации, то есть сканировать ситуацию. Учитывая угрозу дестабилизационных вызовов вследствие радикализации молодежных религиозных групп, представляется необходим объединение и координация усилий федеральных научных организаций, там, где эти вопросы актуальны. Вот мне представляется, что Татарстан является ведущим центром российского исламоведения. Именно лидером является Казанский федеральный университет. Вот именно его база, его ресурсы могут стать тем центром, объединенным федеральным научным центром, в состав которого приглашены были ученые из разных регионов. И то есть не каждый бы в своем соку варился, а мы бы уже на широкой площадке обдумывали, обменивались информацией и создавали какие-то общие результаты. И составляли в том числе очень внимательные прогнозные работы в отношении мусульманских духовных учебных заведений, о чем я говорил в начале своего доклада. Поверьте, это очень важная тема в наших исследованиях. И главное, это должны быть долгосрочные прогнозы и рекомендации, которые составят именно специалистов этого дела. Уверен, что опыт Крыма в этом направлении будет представлять большой научный интерес, и мы готовы включиться в эту работу. Еще раз большие слова благодарности организаторам этого мероприятия. Спасибо. Спасибо большое за теплые слова, вопросы.